Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. На прошлой неделе Росстат обнаружил такую не самую радостную статистику, согласно которой как минимум в половине регионов нашей страны явно ощущается дефицит врачей, дефицит медиков. И как бы статистика это лучше не становится. Да, есть такие субъекты типа Москвы, например, где более-менее с этим все в порядке, и то не факт. Но, к сожалению, во многих регионах, в первую очередь, это как раз, что называется, нефтяносный регион, не газы, где там тоже самое русское наше черноземье, дефицит медиков есть, в том числе и в Тверской области, и об этом мы сегодня поговорим. А вы, дорогие телезрители, можете звонить по телефону 300-190 и высказывать свое мнение или задавать вопросы нашим гостям. У нас сегодня очень статусные гости, которые, думаю, смогут нам ответить на все вопросы. Хочу их представить вам. Это Сергей Евгеньевич Козлов, главврач нашей самой главной клиники региона, нашей областной больницы. Добрый день. ТО-коллега Наталья Григорьевна Павлюк, заместитель главного врача по управлению сестринской деятельностью, то есть она все знает про медсестер. Добрый день. Это Татьяна Николаевна Сотская. Она директор нашего Тверского медицинского колледжа, того самого учреждения, который этих медсестер готовит. И, соответственно, она тоже все знает. Добрый день. Это Андрей Алексеевич Макунин. Он у нас заместитель начальника отдела кадровой политики и медицинского образования нашего регионального Минздрава. То есть, опять-таки, тоже человек в курсе, кого и как учат. Добрый день. Добрый день. И еще более в курсе, кого и как учат, соответственно, человек, который работает в нашем замечательном медицинском университете, который является гордостью нашего региона, который известен не только в России, но за пределами нашей страны. Это Виталий Анатольевич Асачий, проректор по послевозовскому и дополнительному образованию нашего Тверского государственного медуниверситета. Добрый день. Ну что ж, господа. Ну вот, Виталий Анатольевич, сразу к вам вопрос. Сколько вообще на студентов ежегодно учатся в нашем замечательном медуниверситете? Курс порядка 450 человек. Соответственно, давайте перемножим эту цифру на 5 или на 6. То есть, на данный момент по программам специалитета у нас обучается порядка 2,5-3 тысячи отечественных студентов. И, соответственно, каждый год 400 с лишним человек, ну так грубо говоря, если выходит, большую жизнь. Да, причем если разбить выпуски по специальностям, выпускается порядка 150-200 обучающихся, которые заканчивают специалитет по специальности лечебное дело, более 100 стоматологов, более 100 педиатров и порядка 30 обучающихся, которые получают специальность провизор. А вот вы сейчас дважды употребили это слово. Я, кстати, не первый раз слышу. Да, я слышал из уст директора школ. А почему обучающийся? Что теперь студент? Студент – это, выразимся так, более бытовое понятие. Обучающийся – это в стандарте. А вы тогда учились у вас тоже обучающимся? Нет, студент. Вот я, когда учился в университете, правда, в обычном студенте, это что, как бы, Моветон теперь называть человек студентом? Ну, существует несколько категорий обучающихся – это и аспиранты, и ординаторы, и студенты. Я вот применил суммирующее понятие, обобщающее понятие. Интересно, когда вы называете своих учеников, теперь тоже обучающиеся, там что-то уже есть аспиранты. Ну, хорошо, скажите, а вот из этих студентов сколько процентов имеют гражданство нашей страны, соответственно? Я назвал цифру, это все граждане Российской Федерации. А, вы имеете в виду граждан России. Так точно. А иностранцы для вас получаются сколько? Иностранцы обучаются преимущественно по договорной форме обучения, их порядка тысячи человек, и приезжают они обучаться наиболее востребованной специальности – лечебное дело. То есть, даже не стоматолог? Нет. На Западе уж как дантист, человек, который много зарабатывает. По специальности стоматологии у нас ими обучаются единичные студенты. В основной своей массе это студенты стран ближнего и дальнего зарубежья, которые осваивают программу специалитета – лечебное дело. Удивили вы меня. А хорошо, а вот из этих русских студентов сколько? Есть какие-то данные, сколько нашей земляки, которые приехали из городов в весе Тверской губернат? Ну, ВУЗ, как Вы верно сказали, с традициями и находится на Тверской земле, и есть такое понятие, как «прикрепленный регион». Естественно, если Тверской государственный медицинский университет расположен в Твери, Тверской области – это основной регион, с которым мы работаем, это Тверская область. Исходя из этого, Тверь, Тверская область – порядка 35-40% поступающих ВУЗ. Это такая нормальная статейка для каждого региона, где есть медуниверситет? Там в Смоленске, то же самое, и так далее, столице? Вы знаете, в ряде случаев к ВУЗу может быть прикреплено несколько регионов. А, даже так? Да. А у нас один? А у нас один. Хотя тоже, я знаю, у нас в нашем универе из России, ну, старых регионов откуда-то к не едут. У меня лично знакомые из Псковщины. Прикрепленный регион один, мы договора о целевой подготовке у университета порядка 15 регионов и два федеральных агентства. Ну, и, соответственно, следующий вопрос. А сколько процентов из, не будем даже делить на Тверских, из всех остальных регионов, остается работать у нас? В Тверской области. Вы как-то ведете? Естественно, в университете есть Центр содействия трудоустройства, такая информация у нас имеется. Ну, я здесь по обучающимся немножко продолжим. В университете обучаются не только студенты, но более интересный для практического здравоохранения – это вид обучающихся, которые называются клинические ординаторы. Это послевузовское образование, последипломное. На данный момент, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, оно двухгодичное. И мы готовим ординаторов на данный момент по 36 медицинским специальностям. Это и те специальности, которые работают непосредственно с больными, это и диагностические специальности, это и параклинические специальности. Так вот, помимо того, что ежегодно из университета выпускается порядка 400-450 студентов, мы еще имеем в выпуске порядка 150-200 ординаторов ежегодно. То есть, это вот те люди, которые непосредственно должны вливаться в практическое здравоохранение. Студент, который завершает обучение по программам специалитета, это, конечно, продукт хороший, но еще с ним надо работать, ему надо постигать азы клинической работы. И с большой долей вероятности непосредственно на рабочее место, без какой-то предварительной практической подготовки, его направить весьма проблематично. Ординатор – это уже готовый продукт, который может приступать к работе. По клиническим ординаторам, по выпуску, сейчас были проанализированы итоги выпуска 2019 года. Порядка 95% выпуска ординаторов, они трудоустроены. По Тверскому региону схожая статистика. В отношении трудоустройства студентов, порядка 70% выпуска поступают в клиническую ординатору, чтобы продолжить образование и получить медицинскую специальность. А порядка 30% приступили в работе в первичном звене здравоохранения. Участковыми терапевтами, педиатрами, врачами скорой медицинской помощи. В общем и целом, статистика примерно одинаковая. По всем регионам Российской Федерации, с которыми у университета заключены договора о целевой подготовке, по Тверской области ситуация не хуже. Саня Николаевна, соответственно, вам такие же вопросы. Сколько у вас учатся, а у вас, кстати, тоже обучающиеся? Нет, мы называем студенты наши. Все-таки традиции вековые. Сколько у вас студентов? Я хочу сказать, вы не зря сказали вековые, потому что в следующем году нам 100 лет. И мы вступаем в такой вот вековой. То есть для вас это не просто красное словцо? Конечно, конечно. И ежегодно у нас выпускается 220 наших выпускников, которые идут в практическое здравоохранение по разным специальностям. У нас 6 специальностей основных. Это лечебное дело фельдшера, это сестринское дело, это кушерское дело, стоматология, ортопедическая зуботехники, медицинский лабораторный техник и фармация. Ну, возьмем основные специальности, которые действительно востребованы, и которые больше всего вызывают проблемы у работодателей. Это необходимость сестер медицинских фельдшеров, акушерок и лабораторных техников. У нас ежегодно выпускается 220 человек. Если аналогичные вопросы вы будете задавать, категории откуда приехали, то 90% практически это у нас Тверь и Тверская область, которые поступают к нам учиться. А почему? Потому что медучилищ, как раньше говорили, намного больше, чем медвузов, соответственно, в других регионах? Нет, дело в том, что вуз у нас один, а Тверских медицинских колледжей 6 на территории Тверской области. А еще мне кажется, что у нас одна сейчас будет реклама, после которой мы продолжим рекламу. Вы, дорогие телезрители, задавайте вопросы. Телефон 3191. Сегодня мы говорим о дефиците кадров. Вот вы лично считаете, что у нас не хватает врачей в наших стационарах и в поликлиниках? Звоните. А пока реклама. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о том, насколько силен дефицит медицинских кадров в нашей Тверской области. И, Татьяна Николаевна, сколько выпускников Вашего колледжа остается в нашем регионе? Ну, вот Вы знаете, с 2015 года мы тоже организовали Центр содействия трудоустройства, где проводим аналитику, где работаем, где мотивируем наших выпускников работать в Тверском регионе. И эта работа совместно с работодателями. И очень важно подход наш, потому что каждое лечебное учреждение, медицинская организация является нашей базой практики. И, естественно, когда наши студенты идут на базу практики, очень важно, кто руководит практикой. Как замотивируют студента остаться в данной больнице. Конечно, у нас нет проблем с тем, чтобы пойти работать в областную клиническую больницу. Она всем нравится, и все с удовольствием туда хотят. Но есть еще другие учреждения. И там тоже есть кадровый дефицит. Вы знаете, очень важно, как работает наставник, руководитель практики именно данного учреждения. И у нас есть случай. Вот я просто приведу пример. Сейчас омолодилась команда на скорой помощи, новый молодой креативный главный врач. И вы знаете, вот совместная работа привела... А кто у нас там сейчас? Маслов Константин Валентинович. И вот совместная работа в течение прошлого года привела к тому, что практически 90% выпускников нашего лечебного дела захотели работать на скорой помощи. Хотя работа очень сложная. Очень такая неоднозначная. Но тем не менее, вот дало свой результат. И мне было приятно, потому что мы регулярно проводим различные мероприятия. И такие, как ярмарки вакансий, встречи без галстука, и уроки главного врача, когда приезжают главные врачи и сами рассказывают о своем учреждении, и сами рассказывают, что они могут предложить, как у них интересно работать, какие фишки в их учреждениях. И приезжал буквально на прошлой неделе руководитель скорой помощи, и гордо мне сказал, вы знаете, у нас впервые за многие годы 36 бригад вышло на выезд. Вот коллеги понимают, о чем я говорю, потому что это действительно, я считаю, успех. Сейчас у нас задача точно так же. Первичное звено, а первичное звено это ФАПы. И я очень горда тем, что наконец-таки вышло постановление правительства в Тверской области совершенно недавно о целевом обучении. Потому что если для высшей школы эта практика давнишняя, то закон не позволял целевое обучение в системе среднего профессионального образования. И внесение в федеральный закон с этого года, что это появилась такая возможность, и плюс еще постановление правительства. Почему постановление правительства важно? Потому что это деньги, это стипендии. Без этого не будет легитилен договор. И вот со следующего года у нас будет возможность на целевом обучении заключать договора, но более конкретно, наверное, Андрей Алексеевич расскажет про это, по количеству. Но, тем не менее, это реальная возможность оставить в Тверском регионе наших специалистов. Олег Григорьевна, ну вот Вы, насколько я знаю, ведь не всю жизнь работали в нашей замечательной лучшей УКБ, Вы работали в обычной поликлинике, хотя, как обычно, она была, по-моему, такая хорошая очень. Скажите, у Вас вот в поликлинике, на поликлиническом уровне тоже этот дефицит был? Тоже все мечтали вот в УКБ пойти? Я хочу немножко дальше заглянуть. Я уже практической медицине 43 года, и в те времена среднем медицинского персонала не хватало больных. Даже в Советске? Даже в Советске. А как же? Причем прилично не хватало. Я помню работу в очень хорошей больнице, очень хорошие условия, но тоже не хватало среднего медицинского персонала. И когда приходилось от работы в 16 часов оставаться смену, это было не сейчас, это случилось. Это случилось давно, потому что престиж работы среднего медицинского работника, медицинской сестры, он, к сожалению, в обществе был не так высок. Сейчас... Зарплата медицина, в первую очередь. И зарплата тоже, и отношение общества было к среднему медицинскому работнику, к медсестре, немножко другое. Сейчас радует, радует, вот Татьяна Николаевна говорит, мы уже, мы очень хорошо сотрудничаем с Тверским медицинским колледжем. Областная больница является огромной базой колледжа медицинского. К нам даже студенты едут из других колледжей, просятся на практику. И, конечно, молодежь, девочки остаются у нас работать, потому что они видят условия, видят отношения к ним, уважение к ним. Вот, и, конечно, областная больница в меньшей степени нуждается в среднем медицинском персонале. А все-таки есть дефицит? Есть дефицит. Есть все-таки. Мы не срываем, это есть, потому что... Даже у вас? Даже у нас. Колледж готовит очень хороших специалистов. Ну, понимаете, труд медицинской сестры, это очень тяжелый труд. Не всегда благодарны. И не всегда благодарны, но приходят девочки, молодые, очень худенькие, 45 килограмм. А представляете, надо больного поднять, перевернуть, отвезти в операционную. Это очень еще тяжелый физический труд. Медицинская сестра остается иногда наедине с отделением 40 больных. Врач один дежурный по больнице, поэтому ответственность очень большая, труд тяжелый. И мы сейчас в областной больнице делаем все для того, чтобы этот труд немного облегчили. Медицинской сестры мы ввели решение Сергея Генча. Мы набрали транспортный цех такой, открыли, где набрали мужчин, обучили. Транспортный цех сразу. Ну, это... Слово, начальник транспортного цеха. Да. Это очень серьезная проблема, которую решили великолепно в областной клинической больнице. Это 36 молодых мужчин, не очень молодых, которые прошли обучение на базе колледжа нашего получения. То есть, чтобы работать в этом транспортном отделении, не обязательно иметь медицинское образование? Младший медицинский персонал. Конечно, конечно. Это подготовка. Да, санктары, которые прошли и неотложную помощь, и оказание помощи в случае чего, и как перекладывать больного правильно. Ну, много таких нюансов. И вы знаете, насколько мы освободили среднего медицинского персонала вот от этой тяжелой работы. Больше теперь медицинские сестры находятся в отделении с пациентами. И они, конечно, очень-очень благодарны администрации, Сергею Евгеньевичу, что он пошел на такой вот путь. Хотя это, конечно, не очень дешево. Вот. Ну, и, конечно, я хочу сказать, что конкурсы сейчас, Вирской медицинский колледж, очень большие. То есть престиж нашей профессии растет. Хочется, чтобы и общество нас более уважало. Хочу сказать, что 2020 год Всемирной организации здравоохранения он объявил год медицинской сестры. И я надеюсь, что и ваша программа еще пригласит наших медицинских сестер, ветеранов. Я вас всегда приглашаю, тем более, что у нас не просто год, но еще столетие учреждения, где готовят медицинских сестер, потому что как прям совпало все. И единственное, я хочу, вот Наталья Григорьевна правильную очень фразу сказала, о том престиж профессии. И действительно, когда работает медсестра вместе с врачом, который достаточно грамотный специалист, опытный специалист, и это такой тандем высоко специализированных участников процесса, это здорово. И это не может быть незамечено, потому что вот у нас конкурс в этом году после девятого класса на сестринское дело по заявлениям составил почти 10 человек на место. А проходной балл был 4,75. Мы очень горды этим, потому что к нам пришли лучшие. И мы рассчитываем на то, что эти лучшие останутся в профессии. Потому что с каждым годом требований к медицинским сотрудникам все больше и больше. И, конечно, нужно соответствовать. Я хотела еще добавить, конечно, медицинская сестра. Это сейчас не та медицинская сестра, которая там научили делать укол какой-то и все. А сейчас медицинская сестра – это специалист. Ведь наши девочки учатся, ну и мальчики сейчас. Кстати, мы очень рады мужскому полу. Есть даже? Да. Когда они у нас появляются, у нас работают медбратья. Официально? Да. Официально. 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 Да. Вот у нас сейчас есть медбрат и в ПРИД ОМНК. Это отделение нарушения мозгового прообращения, которое замечательно работает. Есть в реанимации, кардиологической реанимации Никита такой, который, ну, он, честно говоря, мы очень довольны. И он замечательно работает. Он всю экстренность нам закрывает, дежурит, справляется очень великолепно. Ну, конечно, медицинские сестры немножко пользуются тем, что он мужского пола. Вот, нагрузочка немножко побольше. Но он молодец, не отказывается. Вы обратили внимание, как мы следим за своими? Вот Наталья Григорьевна, как главный специалист, и, конечно, она всех наших знает. И, конечно же, мы опекаем. Вот Сергей Евгеньевич взял к себе на санавиацию нашего одного из лучших выпускников этого года. И мне было очень приятно, когда на санавиации он оказывал по выезде интубацию такую достаточно сложную манипуляцию. Врач не сумел, а он сумел. И на высоком уровне. Вот очень гордо за свой профессионализм. Сергей Евгеньевич, я буду теперь врачом. А Сергей Евгеньевич правильно говорит. Надо учиться дальше. Сергей Евгеньевич, вообще, вот, что касается врачей, у вас вот есть дефицит? Опять-таки даже в УКБ. Хотелось бы вот еще немножко заглянуть в прошлое, потому что ведь кадровый дефицит, он не сейчас сложился. А вот, как ты тоже говорил, рассказал. И выпуски... Опять-таки даже в советские времена? Да, в советские времена и университет. А куда девались в советские времена? Даже распределение было. Куда тогда-то девались? Я немножко расскажу. Когда было все-таки распределение, и все люди, которые окончали медицинский университет, тогда это был институт, они ехали по распределению. То есть было как бы четко спланировано, какой больнице, сколько нужно специалистов, какого профиля. Потом началась вот эта игра в демократию. Вот, полная неразбериха, бесконтрольная. И люди, как говорится, начали устраиваться, кто куда сможет. Ну, очень. Да, и кто хочет. А так как у нас в последние годы трех уровней системы оказания медицинской помощи, это есть больницы первичного звена, где-нибудь в районах и в городе. Есть специализированные больницы, они более крупные, более технологичные. Есть самые вот такие вот высокотехнологичные, такие как областные учреждения, и институты национальные. Это уже самый такой супер уровень. И понятно, что кто захочет ехать куда-то в район, в маленькую деревню или в маленький населенный пол, где всего 3-4 тысячи населения, где нет ни садика, нет компьютера, нет оборудования, нет, как говорят, досуга, куда можно сходить. И зарплата не очень высокая, потому что там тарифы низкие. Вот оттуда и начал складываться тот дефицит, который больше связан с перекосом кадра. То есть у нас, например, очень много кадров работает в частных медицинских центрах, в крупных институтах, в крупных больницах. Вот у нас в областной больнице практически нет кадрового дефицита. Мы сейчас уже начинаем отбирать тех, кого нам нужно. То есть вы уже отбираете, они просто предельные. Да, я уже отказываюсь, уже второй год отказываю людям, потому что вижу, что из этих специальностей, либо они еще не доросли до уровня областной больницы, либо они недостаточно, как бы, обладают теми критериями, которые нужны врачу областной больницы. Немножко вклинусь. Вот сейчас я немножко... Сергей Евгеньевич, грамотный руководитель, еще на этапе обучения подбирает кадры, интересуется, кто оттуда справляется, как учится, и выбирает лучше. У нас на нашей базе 9 кафедр. Дефицит кадров практически не существует. Ну, дефицит есть. Конечно, и от нас тоже уезжают в Москву, в Питер. То есть вы сами понимаете, вот при отсутствии распределения человек волен ехать туда, куда ему хочется. Если даже за границу. У нас такая возможность сейчас тоже есть у врачей. А есть у нас кто-то, кто прям окончит наш место сразу за границу? Я имею в виду опять наши сады. Это достаточно затруднительно, поскольку диплом о высшем образовании в Российской Федерации, он не признан в большинстве зарубежных стран. То есть при трудоустройстве в Германию, в страны ЕС, в Соединенные Штаты Америки потребуется дополнительное обучение. Если я взмутизм, думаю, а может оно и хорошо получается. А посмотрите, в диплом котировались. Мне кажется, половина бы сразу срывалась. Сколько дотов получает в Германии, сколько у нас. Мы же потеряем не только молодежь. Самое страшное, что мы теряем таких уже готовых специалистов, 40-летних, 30-летних, которые уезжают туда, они проходят это обучение необходимое, чтобы подтвердить диплом. Они проходят все, чтобы там остаться. То есть вот эта игра в демократию, она и создала вот этот дефицит кадров. Сергей Геннадьевич, а по вашим данным, у нас какого дефицита в районах наших? Я уж молчу, там попросил. Ну, во-первых, нет первичного звена, то есть нет участковых врачей. Почему сейчас отдали неотложную помощь на скорую помощь? То есть скорая помощь, она начинает выполнять несвойственные функции. Кроме экстренной помощи, которую нужно оказать по территориальной программе в течение 20 минут, нам приходится еще неотложную помощь. А неотложная помощь, это когда раньше был вызов участкового врача на дом, активный вызов. Сейчас это называется неотложная помощь. По территориальной программе 120 минут, то есть в течение двух часов. И у людей часто не складывается в их понимании в голове, почему неотложная помощь 2 часа, а экстренная помощь, скорая помощь 20 минут. То есть они это... Просто раньше неотложной помощью занимались поликлиники. Сейчас в маленьких городах и даже, ну конечно, и в городских больницах, там сейчас просто нету ресурсов, там нету этих участковых врачей. И о чем сейчас говорит президент, что надо восстанавливать первичную помощь. А может быть надо, мы уже помянули за границей, что у нас не к ночи будет помянут, капиталистический запад. Может делать как там? Я много читал, что там на самом деле наши уедут, и они удивляются, а иностранцы, слушая их рассказы, удивляются. Соответственно, что они говорят, там вот просто так врача на дом вообще не вызывают. Там тебя хоть даже 38-39 берешь вещи и вперед. А это запад, который, как мы по крайней мере считаем, они себе могут, казалось, позволить другое финансирование. Но даже они этого не позволяют. У них экстренное это вообще, когда ты действительно при смерти. Может там тоже так, раз тем более у нас ресурса нет. Роман, там система гораздо хуже медицинская. Мы пытаемся взять самое плохое. Зачем? Наша система здравоохранения, она лучшая. Просто у них на Западе на это не было средств. И сейчас не было средств. Не было средств на самом деле. Потому что, может быть, у нас она ресурсная, высокотехнологическое оборудование на всех не хватало. Но сама система была построена так, что все для людей, для человека. Там, да, действительно попасть порой сложно. Там пара лекарств в следующий раз не выписывал вообще никаких. Мы же сейчас с вами здесь собрались решать проблемы нашей страны. Вот я в качестве решения, раз вы говорите, ну нет врачей, вот нет, вы видите, говорите, на скорую помощь, что делать? Виталий Григорьев мне вот даже сказала, как выясняют, что даже в советские времена не особо котировался. И был дефицит. Вот я не ожидал, я думаю, что это предъявление. И, Роман, это не совсем удобно, но лучше все-таки положительные стороны копировать, а не запрощать доступность медицинской помощи для граждан Российской Федерации. Для соотечественников. Для соотечественников. Но я хочу сказать, вот эти годы перестройки, они нашу систему немножечко разрушили. Самые лучшие врачи и средний медперсонал, и фельдшеры, они уходили со здравоохранения, потому что... Со здравоохранения из нашего региона? Вообще, в том, что вы сравниваете российскую систему здравоохранения с зарубежной. Она не сравнивала. Пускай, что выхода может как раз не хватает. Дело в том, что даже вот то, что мы сравниваем те времена, когда было распределение, ну была и заработная плата одинаковая по всем субъектам Российской Федерации. И не было смысла, например, уезжать из семьи в Москву работать, когда такая же зарплата можно было заработать здесь. Вот когда поменялось финансирование, когда поменялась оплата труда, когда действительно базовая часть неизмененная, а различные надбавки муниципальные, субъектовые и так далее стали играть решающую роль, люди выбирают, где им проще и где им выгоднее стало работать. Поэтому вот, наверное, нужно подумать о том, чтобы в дальнейшем привести вот оплату труда по России примерно на одном уровне. Тогда, если нельзя распределение, хотя бы в этом плане можно решить вопросы. Потому что люди, если у них есть квартира, если у них есть семья здесь, да, они, наверное, выберут возможность остаться там, где... Таня Николаевна, чего решили, что нельзя распределение? Ну да это... Наша общественная работа решает эти вопросы. Я бы как раз хотелось чуть попозже заведу вопрос. Дело в том, что об этом поднимается на всех уровнях. Да. Да, вопросы, и мы слышали выступления наших руководителей, что пока распределение сейчас не обсуждается. Но, слава богу, появилось обучение хотя бы целевое. Ну, давайте говорить откровенно. Вот все же коллеги подняли разговор. Ну, кто ведь за приказать выпускника и университета, и нас поехать в район, у нас нет полномочий. Нет законодательной бозы соответствующей. Нет полномочий. Ну, опять-таки, у него там квартира, он приехал за Сташковой, например, там или отхода была бы неважно. То есть, там все родное, казалось бы. Ну, вот квартира есть. А квартира, между прочим, вот тоже товарищ, ну, кто-то скажет, ну и что? Ну, как, ну что? Вот смотрите, что сейчас такое получить квартиру в Твери? Это, к примеру, я тоже молчу, никому ничего не дадут. Это вступить в ипотеку. Соответственно, этому медику, если он даже однущику, он или она, купит в ипотеку, это где-то в месяц надо брать дополнительно тысяча десять-пятнадцать. Понимаете, это сразу, то есть, к вопросу получается, просто пусть он тогда может сказать, хорошо, ты не хочешь уехать за Сташку, представляешь, ты все-таки у себя или там, опять-таки, в балагоне ныряпали живешь, ну, это как плюс пятнадцать тысяч, или ты где-то в Твери хочешь жить? Это все правильно. Съем квартиры столько же стоят? Это абсолютно верно. То есть, сколько он экономит денег, экономит денег, живя в Твери? Но дело в том, что молодежи еще важна и инфраструктура. Конечно. Инфраструктура, где есть садики, школы, образовательные какие-то программы, какие-то современные. Ну, опять-таки, раз в районах есть дефицит школ или садов, там же как раз опять депопуляция, там проблем вроде нет таких особенностей. Когда мы говорим о каких-то отдаленных районах, да, ну, проблема даже иногда и компьютерная связь не везде есть. Это тоже вопросы. Вы имеете, ну, для какой цели? Медицинская или в интернете все есть? Для любой. Для любой. Для любой. Молодежь, она сейчас не может без этого. Образ жизни разный. Поэтому, конечно, вот они решают комплексные эти задачи. Мне один студент сказал, ну, что мне ехать в село? А где это село? Села-то нету. Я бы поехал бы, если бы там было то село, которое было раньше в советские времена, когда действительно есть такой хороший колхоз, есть работа, есть молодежь. А пока нет там здравоохранения, там и села не будет. Это вот, понимаете, одно-то, другое цепляется. Это очень комплексная проблема. Мы вот видим эту проблему по поступающим к нам баллам ЕГЭ, поступающим в ТГМУ. Дети, которые учатся в районах, они крайне редко набирают высокие баллы, чтобы поступить на… Низкие уровни обучения? Да, на целевое обучение. Они даже на целевое обучение набирают баллов. То есть дети тех врачей, которые будут там работать, они не всегда смогут поступить в наш ВУЗ. Тверские дети поступают в большинство. С районов, конечно, нет. Сейчас это комплексная проблема. Мы работаем с главным муниципальных образований, чтобы каждый врач, который приехал в район, он, во-первых, получил жилье, либо компенсацию за жилье, получил какую-то надбавку в зарплате. Ему создали те условия с садиком, со школой и решали все проблемы. Это, конечно, комплексная проблема, чтобы врач, приехав в район, он был обеспечен всем. Вот тогда у нас врачи постепенно будут приезжать в район. — Ну, Дмитрий Алексеевич, ну, а говоря надбавку, а что, как Вы работаете? У нас в связи с муниципалитетами, мягко говоря, небогатые. Ну, скажете, сделаю. Ждет, но у меня нет денег. — Вы знаете, разные муниципалитеты. Вот, к примеру... — Ну, мы не берем Конаково, где говорим, все нормально. — Это Андреаполь, это глубинка-преглубинка. — Дает надбавку. Николай Николаевич Бараник дает надбавку, обеспечивает жильем... — Большую? — Достаточную. Обеспечивает жильем, обеспечивает земельным участками, если это необходимо. То есть, он будет... — Ну, участок на Руси земель, понятно. — Не все, не все. — А мне сразу интересно, Вы тогда, по идее, сказать, «Ах, ты нашел? Так, а Висигенск почему не нашел? Что им говорят, когда Вы на рекампе приводите пример? Вот, нашел человек... — Нет возможности. — Как-то у него в Нарябле нефти нет, у завода там какой-нибудь СКФ или Паолик нет. — Нет, сейчас-то разный подход... — Это же теперь же такой наш, вот глубинка-глубинка, там ничего такого нет, там даже несчастные авиаполки срубировались. — Поэтому вот сейчас наша задача подключать все муниципальные образования. — То есть можно все-таки при желании изыскать? — Можно, изыскать. Одним проблемам Минздрава не решить, то есть это общая проблема всех, и муниципалитетов, и Минздрава, и общая проблема. Поэтому вот мы сейчас совместно с главами муниципальных образований ее начинаем решать. — А Вы сами, ну а на региональном уровне можно какую-то добавку ввести? — Да, нет, у нас сейчас... — Как в Москве же есть эти статисты добавки? — Есть, у нас по специальностям определенным есть надбавки региональные. — Ну, каким определенным? — Первый анестезиолог-реаниматолог, потом врач скорой помощи, то есть такие есть. — Вообще практический врач и так далее. У нас есть действует программа «Земский доктор», мы привлекаем специалистов, миллион рублей. — Как раз хотел спросить, вообще статистику отслеживать, она улучшила ситуацию? — Нет. — Вы знаете, сейчас мы просто затыкаем те дыры, где они есть. Начинаем работать над тем, чтобы это было в исполнении. Но нужно понимать, что сейчас очень много врачей пенсионного возраста, и сейчас они заканчивают свою работу. Закончив работу, на место этого врача очень тяжело найти специалиста, кто бы поехал в район и там бы работал. — Сергей Евгеньевич, почему не решил? — А я считаю, что она гораздо глубже, и вот этот миллион он не спасает. Когда молодой человек учится в медуниверситете, он проходит практику в хороших больницах, властная больница, городские, потом он приезжает туда и видит, в каком состоянии там. Вот те районные больницы в каком состоянии. Оборудование там, конечно, не соответствует, и инфраструктура… — А есть ли какая-то ЦРБ? Вы же знаете ситуацию, вы тем более парламентарий областного уровня, где вот ЦРБ на уровне Тверской хотят на месте. — На сегодняшний день у нас таких нет больниц, не только у нас в районе, но и вообще по стране. — Даже вы думали где-нибудь? — По стране нет. — Вы же думаете, почему Путин поднял такие вопросы президента по первичной звене? — Я думаю, почему он только сейчас эти вопросы поднял? — Нет, он правильно сказал? — Да, мы сделали очень серьезное продвижение в медицине высокотехнологичной. То есть, у нас есть федеральные центры, областные больницы, краевые… — Ну, это Москва. А страны-то огромные. — Ну, областные краевые больницы — это регионы, которые оснащены по-последнему. У нас областные больницы очень хорошо оснащены и в хорошем состоянии. — То есть, без пробедения всяких… — Вот вы довольны? — Абсолютно. — Понятно, как всегда хочется… — Не только мы. У нас, кроме областной больницы, есть и онкодиспансеры перинатальные, и детская областная больница. — А на районы уже не хватает денег. — А на районы, вот, какое-то время, вот, видимо, не очень, как говорится, обращали внимание… — Как можно… — Вот это ферри… — Как можно… — Это же наши люди, это наш регион. — Как можно обращать внимание на Аршавскую или там… — Зато сейчас обратил, сейчас на госсовете, вот, как раз обсуждались вопросы первичной медицинской помощи. И вы думаете, в хорошей… — Если будет хорошая больница в том же там… — Андреа. — Например, в Андреаполе… — Разве туда не поедет специалист, поедет… — А, как-то вот, Татьяна Николаевна сказала, не поедет. — Он здесь в Терри… — Шесть лет пожил, он молодежь, ему нужен интернет, ему нужен такой же торговый центр с этими брендами, не будем называть марки магазинов, он привык уже так жить, ему приятно, это здорово, он хочет ходить в какой-нибудь там кинотеатр 3D и так далее… — А в Андреаполе этого нету. — Самому важному вопросу, который вот мы, наверное, вот и собрались, это распределение. Человек, который учился за счет государства, он должен отдать долг государству. — Вот. — А он, конечно, самовольно не поедет в район. Даже те, которые там родились и которые имеют там жилье, имеют там семью, они не возвращаются, потому что они хотят уже жить в крупном городе. И мы, если уж действительно мы целевым набором не можем закрыть все эти проблемы, то все равно надо возвращаться к распределению. И все равно мы вернемся, наша страна вернется, может через пять лет, через шесть лет. Самое главное — не развалить. — Андрей Алексеевич, вы представитель, вы не просто в медицине, вы именно органы власти, вы законодательные, вы исполнительные. Мне вот интересно, это можно сделать на региональном уровне? — Нет. — К сожалению, нельзя. — Вы не имеете полномочий, как собрание незаконно. — Мы только за счет своего регионального бюджета можем выучить целевиков. Это хотя бы первый шаг. — Это такой палеотиф. — Да, это палеотиф. Но это сейчас уже обсуждается на всех площадках федеральных и везде. Может быть, это не так в прессе явно обсуждается, но это обсуждается в Москве на многих площадках. — А почему только обсуждается? Вот смотрите, господа, вот Путин признал… — Потому что есть конституция, которая противоречит этому. — В конституции у нас дума, что примет, то и впишет в конституцию. К примеру, в соцсетях много. У нас дума штампуют, как тот принтер законы, причем… — Но мы же построили демократическое общество. Мы живем под демократическим… — Когда издают указ об оскорблении власти, как в древнее время оскорблении величества, как на демократии не очень… — Демократия что должна привлечь? — Раз Путин признал, почему тут же он не сказал? — Господа, я предлагаю… — Вот есть зарплаты в демократических странах, они на порядок выше наших. Вот демократия, она экономическими рычагами. А у нас такого нету. Нам не может позволить себе врач, главный врач Андрея Апольского или Пеновского ЦРБ платить на уровне Москвы. — А потому что… — Проблема опять финансовая. Дело в том, что когда появились новые законы, которые регламентируют наша сейчас деятельность, один из них — это закон о финансировании системы здравоохранения по душевой принципу. Это сколько людей проживает, столько денег и получил. — А в чем логика? — Я понимаю, что у Сергея Евгеньевича, его вот, Никита работает больше, но… — Да. — Чем виноват человек, бывший в Андреаполе? — Ну, нет, физически в Андреаполе столько людей. — Абсолютно, абсолютно. — Он виноват. — Абсолютно. — Я понимаю, что он же не виноват. Он, честно, приехал работать в провинции. Он не виноват, что, в принципе, Андреаполь — маленький городок. — Роман, речь идет вот о чем. — По крайней мере образования. — О том, что сейчас нужно на законодательном уровне поднимать вопросы, чтобы вот эти маленькие районы финансировались по-другому. Какой принцип? Это уж пускай решают. — Как раньше все районы были. — А были раньше районы? — Конечно. — Конечно. — Были. — И поэтому за счет этого человек, работавший… — За счет распределения ехали. Даже районные деньги на бабки не привлекали и в советское время. — То есть даже тогда? — Даже тогда. Хотя вроде и больницы мало чем отличались. — Тогда не было кричащего различия, да? — Сейчас огромное различие между больницами в районах и областными больницами. — Извините, перебил у нас звоночек пока с моим коллеги. — Слушаю вас. — Здравствуйте. — Здрасте. — Я звоню сам медик, не буду говорить кто и чего, так как сейчас обстановка такая в стране, что не могу назвать свое имя, фамилия. — Нет, говорят нас демократия. Ну да ладно, слушаю вас. — Я хотел бы сказать то, что вот про медицину главный врач Козлов все правильно говорит, но еще бы заделить такой вопрос, что очень много на местах сейчас писанины ненужных бумаг. Мы постоянно что-то подписываем, подписываем, подписываем. Какие-то вводятся новшества, опять бумаги. — А кто ее вводит? Минздрав, главврач или кто? — Все на местах, это все на местах. На местах это кто? Главврач? — Идет все оттуда. — С главврача? Не с Минздрава? — А дает приказ Минздрав. — Минздрав. Областной? — Конечно. — Федеральный может быть даже. — Так что вот такое у меня. Как можно... Нельзя ли меньше пенсанина сделать? — Спасибо большое вам за вопрос. Господа, отвечайте. Говорят, пенсанины заболели. — Да, действительно, врачи много пишут. Но у нас сейчас в области реализуется информатизация здравоохранения, и врачи будут действительно меньше писать. Но это есть государственные стандарты, есть определенные требования, правила. — То есть они не вывели, а федеральные... — Естественно, конечно. — Да. — Четко соответствуем федеральному законодательству. — Главное, врачи выполняют требования все. — Главное, врачи выполняют, требуют с врачей от этого не уйти. — Врачи, мы недавно были на флопе, да, 40 журналов надо фельдшеру заполнить. 40 журналов. — Половина из них она сама выбила. — Вот, понимаете? — Кто она? — Ну, фельдшер, чтобы не забыть там, не забыть здесь. — То есть сама же сеписанина выбила? — Ну, знаете, наверное, это кто-то требует, потому что вот показал... — Вот ты, наверное, это же легко выяснить. — ...кипу этих журналов. — Ну, федеральных требований нет, да. — Вот, поэтому тут надо еще, наверное, на местах работать, надо, наверное, и главным врачам, и замам, и всем посмотреть, действительно, перегруженные, наверное, это описание. — Сейчас же вот эти бережливые технологии вот эти внедряются в поликлинику, в стационар, и как раз они для чего и внедряются, чтобы обеспечить врача минимальной вот загрузкой на всякое — Правильно, чтобы работал, а не писал, он же не ученый. — Я думаю, что как раз этим и занимается сейчас и Федеральный Минздрав, и наш тоже. — Вы сказали, что врачи будут когда? — Вы сказали, мы сейчас когда? — Вы знаете, в год. — Вот человеку интересно. — В ближайшие полгода он уже сейчас работает, да, многие в больницах. — Извините, а у нас прямо сейчас еще один звонок. Слушаю вас. — Добрый день. — Здравствуйте. — Я вот проживаю в Удомле, меня Ирина зовут. Понимаете, вот у нас вроде бы станция есть, вроде бы больница не очень такая старая, а у нас нет ни врачей. Мы постоянно вынуждены ездить либо в Вышний Волочок, либо в Тверь. И даже, ну как бы вот КАЭС платит большие суммы налогов в областной бюджет, а даже мы, имея, ну как бы такую вот большую организацию, как бы вроде бы должны быть обеспечены всем. Но и этого у нас нет. — Спасибо. — Вот тоже КАЭС. — Ага. — Здесь тем, что опасное производство. Должны быть хотя бы узкие специалисты, такие как эндокринологи, кардиологи. А у нас этого нет. — Хорошо, спасибо вам большое за звонок. — Вот правда, смотрите, я упомянул Удомлю. Мне казалось, ну это у нас город такой прогрессивный, город, да, там все хорошие зарплаты. — Учреждение то, что это федеральное учреждение. — Да. — А у человека в больнице вроде нормальный. Даже в Удомлю не это работает. — Вы понимаете, зарплата в нашей Тверской области, она в два и более раза ниже, чем в Московской области. — Ну это понятно. — Вот и все. Вот вам ответ. Плюс распределение обязательно, если будет. — Понимаете, вот вы начали разговор все-таки по сравнению с за рубежом, как у нас здравоохранение. Ведь мы сначала пошли именно лучшее взять оттуда. А там нет первичного звена. Там практически… Вот вы правильно сказали, ваши друзья и наши друзья все приезжают, рассказывают, там так вот легко ни врача не вызвать. — И они говорят, вообще, в принципе, это все не поедут. — Да. — Специализированная помощь на очень высоком уровне. А у нас-то многие годы люди привыкли, что вот врач, он все время рядом. — Достутен. — Скорая помощь рядом. — И когда поднимали и делали акцент… — То есть, то есть, то есть, 7,5 это вызывают. — Да, и делали акцент на специализированную, такую высокотехнологичную помощь. Большие успехи. Вот у Сергея Евгеньевича есть чем похвастаться. Достаточно там много чего прогрессивного сделали. Но люди поняли, что этого мало, что надо, чтобы вот был врач рядом, и медсестра была рядом, и ФАА была рядом. А сейчас повернулись именно в это направление. Как будет решаться? Вот задача, конечно, и регионального Министерства, и федеральных наших руководителей. Потому что действительно время упущено. Много чего уже не изменить. Правильно Сергей Евгеньевич сказал? Нет больницы, нет школы, нет села. Все уезжают. И когда сейчас села опустили, практически с тем принципом финансирования, который есть по душевой, практически врач там не сможет работать. Там он просто не заработает зарплату себе. Я говорю, это вообще… Значит нужно исправить какие-то новые способы и оплаты, и организации. Вот чем, собственно, сейчас мы все и занимаемся. И ищем эти пути решения в создавшихся ситуациях. Там страховая медицина не очень работает. Там надо еще какое-то дополнительное бюджетное финансирование. И, во-первых, привести все больницы вот этих маленьких городов в приличный вид. Чтобы там было не стыдно работать. Чтобы люди, которые учились на базах областных учреждений, они не чувствовали там ущербными. Понимаете? — Кристи, а вот за рубеж мы уже сколько раз вспоминаем. Мы упомянули тоже такую проблему, что это 21-го, вот такая молодежь нынче. А там вот нет такой тоже проблемы, что с ней какого-нибудь там Кливленского, допустим, университета. Он говорит, я не поеду в Вайоминг, в эту дыру, в маленький городок. Они тоже в Америке есть, они тоже далеко не все блистают там небоскребами и так далее. Там тоже американская провинция разная. Там есть такая вот проблема? Мне интересно. — Я могу сказать. — Ну, правда. — Я думаю, что есть там тоже. — Там такой же молодой человек. Он тоже хочет жить в Нью-Йорке, торговые центры и так далее. — Система немножко другая. Ее очень сложно с нашей сравнивать. Там у них вот этих маленьких амбулаторий, маленьких больничек почти нету. Там есть крупная система госпиталей. И у них там все построено эвакуацией. А вот помощь, то, что у нас оказывают участковые, врач, там врач общей практики, там такого практически нет. Там парамедики этим занимаются. Поэтому там у них хуже. — Парамедики-то в переводе с греко-латинского около медик. — Да, да. Вот такие люди порой без медицинского образования занимаются вот этими такими менеджерскими. Главное там, чтобы человек вовремя попал в крупную клинику. Там другие принципы организации. А мы привыкли, что у нас есть добрый участковый врач, который ведет твою семью, можно сказать, с детства и до старости. Привыкли, что они приходят на дом, когда нужно, когда давление поднялось или температура высокая. — Это действительно хорошая система была в советское время. И, конечно, жалко, что это сейчас не работает в том виде, в котором люди хотят видеть. — Наталья Григорьевна, то есть, получается, вот уже Сергей Евгеньевич сказал, что на скорую помощь сейчас вот не ходят участковые, как помните, когда вы работали в 8-й больнице? — Как же не ходят ходят? — Конечно. — Не то, что совсем не ходят, только их осталось мало. — Конечно. Раньше была еще такая служба цеховости. Вы знаете, что в Твери было очень много предприятий. — Да, да, да. — Большого хлопчата, бумага. — Та же самая 8-я, она же у нас 4-я и так далее. — Калина, наш деталь, фабрика Вакжанова. Поэтому там была еще цеховость. То есть, были цеховые врачи, которые обслуживали это огромное предприятие. На каждом предприятии был свой медпункт. Там принимали и врачи, там следили за рабочими. Рабочих там даже были и физиокабинеты. Прямо на предприятиях оказывалась вот эта вот первичная протилактика. — Сильно была развита протилактика. — К сожалению, все уже. — К сожалению, все уже. Я вас уже должен прервать, а потом мы подведем только программу рекламы. — Решить какие-то возможности это распределять. — У нас, как видите, дорогие телезрители, разговор продолжается даже во время рекламы. Сергей Евгеньевич говорит, что только зарплату. Хорошо, господа. Я понимаю, я согласен. Давайте называть вещи своими именами. У нас в ближайшие годы никакие экономисты нам рост ВВП, как у Китая, не обещают. Не будет, например, года ни 5, ни 6 процентов. Если 2 процента, то будет неплохо, а 3 — вообще прекрасно. Поэтому все-таки нужно, на ваш взгляд, волонтаристски поступить и ввести распределение. — Нет, это мы не сможем сделать. — Почему? — Это может только государство. — Государство, не вы, не вы, Сергей Евгеньевич, как ЗАГСобрание. — А мы можем только увеличить набор целевых студентов. — Ну, мы уже тоже сказали, это палеотив. Можно все? Должно государство, опять-таки, понимая, что нет у него денег, чтобы всем обеспечить зарплату среднюю, как в Москве или около того, сказать, все ввожу. В конце концов, Сергеевич, вы правильно сказали, что ты же обучился за казенный счет, дружок. — Вы знаете, есть вопрос такой. Что такое целевое распределение? Раньше распределение было независимым медицинский его политически. — Звоночник, телефон, извиняюсь, что вас перебиваю. — Слушаем вас очень быстро, буквально. — Здравствуйте. Ну, во-первых, с праздником. Во-вторых, я хочу выразить огромную благодарность руководителю областной больницы, которая у вас сейчас присутствует в студии, за прекрасную организацию работы врачей. И очень попрошу вас выразить благодарность уже в местном порядке гематологу Королевой и сосудистому хирургу Василютину. Шикарно. Никакой писанины. Осмотр великолепный. Тут же тебе анализы, тут же тебе все. — Спасибо большое. — Большое вам спасибо. — Обязательно. — Позитивно. — И все-таки у нас буквально две минуты. — Еще можно мнение сказать? — Да. — Регионы очень по-разному работают со студентами, которые обучаются на целевой основе. Есть хорошие регионы, так называемые. — У нас хорошие? — У нас средние. Я бы оценил. — Попалать. — Очень хороший регион в этом плане Калужская область, которая своих целевиков знает с первого курса. У них есть персональная региональная доплата. Приезжает замминистра здравоохранения Калужской области. Работники Минздрава встречаются, беседуют. И выпускники Калужской области уже на пятом курсе знают, куда, в какое учреждение они пойдут работать. — Это недорабатывание с Калужой. — Это у нас все. — Что-то говорят последние. — Вот в этом плане, скажем так, у нас есть хорошая перспектива развития работы с целевиками. И процент целевиков, которые остаются в Тверской области, трудиться, он и так велик. Но интенсифицировав работу, мы можем его еще более увеличить. — Ну, а подводя все-таки итог, а распределение? — Распределение нужно. Только дело в том, что сейчас и промышленность должна, должны выпускники всех вузов распределяться. Может быть, даже нам рассматривать вопрос распределения, учитывая то, что мы все военно обязаны. Ведь офицеры же идут служить. — И все медики, конечно, переписаны. — По сути дела, да. И если вот в этом направлении поработать, в плане законодательном, приравнять именно медиков, скажем, к слушающим, да, а что? Это тоже вариант. Какую-то альтернативную службу. Может быть, тогда и можно только для медиков вести распределение. А мы за распределение двумя руками. — Мне кажется, вот, да. Потому что, знаете, вот есть философский вопрос. Мы думаем, демократия, что вот защищаем права медиков, да. А кто защищает права граждан, которые лишаются возможности получить эту доступную помощь? — Из-за того, что это не распределение. — Из-за того, что это не распределение. Как антидемократической меры, казалось бы. — Вот получается, что демократия-то, она бывает такая. Для кого-то демократия, для кого-то оборачивается другую сторону. — Ну что ж, дорогие телезрители, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, как можно решить проблему дефицита кадров в медицине. Вот все гости говорят, что в идеале бы вернуть распределение, поскольку, если ты отучился за казенный счет, то будь добр этому государству хотя бы три или сколько-то лет послужить, поработав в провинции. Спасибо большое, дорогие гости. Вам хорошего здоровья. — Всего доброго. — Спасибо.